Продолжение следует... А вы в курсе, что 18 февраля сотрудники транспортной полиции России отметят свой профессиональный праздник? Представителям этого подразделения МВД доверена особая работа. Они обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на сухопутных, водных и воздушных магистралях нашей страны. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И гость нашей программы сегодня начальник сочинского линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Олег Молчанов. Здравствуйте! Олег Анатольевич, здравствуйте! Ну, Сочи, с точки зрения транспорта, город особый, такой особый транспортный узел. Сюда приезжает масса гостей сейчас не только в летний сезон, но и зимой, плюс крупные мероприятия. Их тоже масса, в том числе международного масштаба. Это тоже тысячи и тысячи гостей. Как удается транспортной полиции справляться с таким потоком людей? С 2014 года количество желающих отдыхать на курортах города Сочи увеличилось значительно. Но мы вместе с нашими коллегами из правоохранительного блока стараемся обеспечить безопасность гостей и жителей нашего города на объектах транспортного узла города Сочи на должном уровне. А что входит в задачу транспортной полиции? В задачу транспортной полиции входят те же обязанности, что и в задачи территориальной полиции. Только территория нашего оперативного обслуживания распространяется на железнодорожные вокзалы от станции «Веселый» до станции «Топсе», территория аппарата города Сочи и территория морского вокзала. Какие нарушения, которые выявляет транспортная полиция, может быть, самые частые? И что это за нарушители? Это те, которые умышленно совершают какие-либо правонарушения или просто, может быть, незнание закона подталкивает их совершать людей? Как вам кажется? В основной своей массе, наверное, это правонарушения такие связанные, если говорим об административных правонарушениях, это появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, переход железнодорожного полотна в неустановленном месте. В основной своей массе люди не специально это делают, а где-то по незнанию, где-то по своей безалаберности, по неосторожности. Но в этой части нами проводятся профилактические мероприятия, которые связаны, например, в поездах дальнего следования. У нас на постоянной основе ведется инструктаж поездных бригад, где перед большими станциями включается объявление о том, какие меры предосторожности должны люди выполнять, находясь на станциях. А вот в числе нарушителей больше взрослых или детей, как вам кажется? Больше взрослых. Потому что, как уже я сказал о том, что люди всегда спешат и забывают о своей безопасности. Вот, например, некоторая статистика. Вот в данном случае я приведу статистику по травмированию. С 2011 года было 72 факта, в 2012 году 68 фактов, в 2013 году 19, в 2014-15 и в 2015 году 9. Что послужило фактами снижения этого травмирования? Человек, который идет по железнодорожному полотну в расслабленном состоянии, нетрезвый, да еще с наушниками в ушах, он не слышит сзади приближающего товарного поезда или какого-нибудь пассажирского. В связи с этим происходило травмирование. Зачастую это было смертельное. Но перед Олимпиадой по всей пути следования по всему железнодорожному полотну от станции «Веселый» до станции «Краснодар» были установлены тепловизоры, которые сейчас обеспечивают профилактику. И когда на железнодорожном полотне появляется человек, сотрудники РАУЖД, когда видят по тепловизору праздно шатающихся людей по железнодорожному полотну, они производят задержание, если успевают, и вызывают оперативно-следственную группу Сочинского линейного управления. После чего по данному факту принимается решение. Я знаю, что сотрудники транспортной полиции еще проводят профилактические беседы, выходят в какие-то места, где люди переходят постоянно железную дорогу, допустим, к морю, и проводят на месте профилактические беседы, рассказывают людям, насколько это опасно. Часто проводятся такие рейды, и о них расскажите, пожалуйста. В основной своей массе это проводятся рейды с сотрудниками по делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Потому что в основной массе это летом молодежь, это детвора, которые выходят на железную дорогу и начинают шалить, таким образом попробовать положить монетку, и что после этого произойдет, когда по ней проедет железнодорожный состав. Но некоторые умудряются еще и камешки туда ложить, что может привести к плохим последствиям. Ну и в один из таких рейдов в разгар курортного сезона мы отправились вместе с транспортной полицией. Что из этого получилось, все подробности в нашем сюжете. В период подготовки Сочи к Олимпийским играм железнодорожные станции были существенно модернизированы. Это Догомысский вокзал. Здесь тоже появились заграждения и безопасные пути выхода к железнодорожной ветке. Но не всем жителям и гостям Догомыса это понравилось. Люди по привычке лихо перемахивают через бетонный блок и идут к морю через несколько железнодорожных путей. Хотя через 50 метров есть подземный переход. На вопрос, почему поступают так или иначе, отвечают, раньше же здесь ходили. С моря возвращаются так же по путям. А если пройти по морю и пройти по... Далеко идти. А так ближе? Да. А может так ближе к смерти? Нет, я вверх едю. А поезд по другой стороне подъедет? И вы его не услышите? Не глухой. Можно и не услышать, можно и не увидеть. Можно споткнуться и упасть. Через станцию Догомыс проходят все поезда, электрички и достаточно много. Идут не только молодые люди, но и взрослые, причем ведут с собой детей, показывая им пример, как не дорожить своей жизнью. Правда, при виде нашей камеры убегают, а другие и камер не стесняются. Намотали даже проволочную ступеньку, чтобы легче было перелазить через блок. Первый раз в жизни просто решили сократить путь. Ну, дорогу не знаю. В итоге за первые полугодия этого года в Сочи на железной дороге погибло 25 человек. Цель сегодняшнего рейда профилактическая – объяснить, почему нельзя ходить в зоне повышенной опасности, тем самым предотвратить детский травматизм. Дети смотрят на взрослых, что они это делают, и тоже перелазят. Нами уже за курортный сезон выявлено 30 детей. Вчера проводились рейдовые мероприятия. Выявлено 7 несовершеннолетних, трое из которых вообще в прятки играли на железной дороге. Они пытались спрятаться в кустах, друг от друга бегали, прыгали и развлекались. И родители в этот момент отдыхают на море и за детьми абсолютно не смотрят. А вот и подростки, ради которых и организовываются подобные рейды, идут вдоль железнодорожной линии, даже не понимая, что это не пешеходная тропа. Сначала объясняют, что первый раз решили пройти, потом даже вступают в диалог и пытаются убедить инспекторов, что все здесь ходят, а почему им нельзя. Мы с моря шли просто там долго идти, как бы через море. Решили пройти так, так быстрее просто. Когда с них требуют письменные объяснения, понимают, что сделали что-то не так. Дают телефон родителей, которым и обязаны полицейские теперь передать ребят. Как позже стало известно, отец одного из мальчиков приехал в транспортную милицию и забрал их, выразив полицейским благодарность. Поэтому наши сотрудники посещают школы, проводят там профилактические беседы, показывают то же самое вместе с сотрудниками ФСКН. фильмы страшные, что происходит после употребления спайса с людьми наркотиков и всяких разных таблеток. Как раз таки, что касается наркотиков. В Крае уже не первый год действует программа по противодействию незаконному обороту наркотиков. И Ваша служба тоже выполняет большую работу в этом направлении. Какие есть результаты сегодня и в связке с какими еще службами Вы работаете? Большими результатами мы похвастаться не можем, но в связке с нашими коллегами из ФСБ, ОВД по городу Сочи, ФСКН, таможня, мы можем сказать о том, что мы обеспечиваем безопасность по ввозу в город Сочи большого количества наркотиков по транспортным артериям города Сочи. Это говорит о воздухе, это говорит о железной дороге и о море. Мы большей своей частью профилактируем эти мероприятия. Почему? Потому что просто так на вокзал, что железнодорожный, что морской, что авиационный, не войдешь. Ну, соответственно, когда ты привез туда какую-то определенную партию, и выйти то же самое проблематично. То есть в этом направлении работа хорошо налажена? В 2015 году было выявлено 17 фактов перевозки. Но все эти факты, они звучат громко перевозки, но это минимальная доза тех людей, которые едут на отдых и везут с собой какие-то наркотики. Поэтому сказать о том, что, опять-таки повторюсь, что по транспортным артериям идет большое количество ввоза наркотикам, я не могу. Ну и вот возвращаясь тогда к теме хулиганства со стороны детей, сейчас очень распространенное явление как селфи, и в том числе на железной дороге тоже такие факты были выявлены. Как удается бороться с вот этим экстремальным увлечением? То же самое благодаря профилактическим действиям сотрудников по делам несовершеннолетних. И то же самое, что на наши просьбы реагируют сотрудники РАУЖД по ограждению железнодорожного полотна, вокзалов, станций и остановок. Сейчас в данный момент РАУЖД, не в данный момент, а перед Олимпиадой, то же самое, было установлено огромное количество видеокамер, которые фиксируют все действия, происходящие на железнодорожном полотне, на станциях, вокзалах и поездах. Ну и чем же опасны такие экстремальные селфи? У нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Желание собрать как можно больше лайков в соцсетях порой доходит до полного абсурда. Люди все чаще стали делать экстремальные селфи, забывая о простых правилах безопасности. Интернет пестрит подобными примерами. Ради удачного кадра некоторые преодолевают страх высоты, как этот парень, сфотографировавший себя на статую Иисуса Искупителя в Рио-де-Жанейро. Не останавливает любителей селфи даже страх перед дикими животными. Медведь явно обратил внимание на этого парня, как и стадо быков на мужчину, делающего с ними селфи, да еще и в красной футболке. Впрочем, опасными могут оказаться и менее экстремальные ситуации. Сейчас у нас очень сильно распространено селфи. Все мы знаем, все мы любим, все мы умеем. Но железная дорога – это очень опасное место, потому что можно упасть с платформы, сами видите, платформа высокая, для этого у нас есть желтая полоска. Может ударить током, потому что ток у нас идет в 3000 вольт. Как правильно вести себя возле железной дороги, в частности, где можно и нельзя фотографироваться, юным жителям и гостям в Сочи рассказывают полицейские. На курорте проходит акция «Дети и транспорт». Впрочем, большинство подростков экстремальные селфи видели только в интернете. На детской площадке с друзьями, на железной дороге и других опасных вещах не делал. Скорее всего, я таких не делала, но по примерам в интернете я смотрела очень много. Рассказывали, что там 10 самых интересных селфи, как залазили на высокий мост. Я видела. Ну и как тебе? Повторила бы такое? Нет, не рискнула бы. Я один раз так дома сделала вот так вот, с тарелкой, с борщом уже вот так вот, и с телефоном. У меня что нету, задней-то камеры, ну передней. Поэтому и пришлось вот так вот разворачивать и еле-еле. Правда, не все селфи такие же безобидные. Недавно по России прокатилась волна смертей при попытке сфотографироваться. И не только на железной дороге, но и на мостах, и на крышах высотных зданий. Был прецедент того, что ребенок попытался залезть на грузовой вагон. И когда он поднялся на последнюю ступеньку, его ударило током, причем он не держался за провод. Он просто попал в волну, где проходило 3000 вольт. Ребенок получил 80% ожога. К счастью, этот мальчик остался в живых. А вот такое экстремальное увлечение, как зацепинг или трейнсерфинг, когда подростки или даже бывают взрослые люди зацепляются за поезд и пытаются таким образом прокатиться. У нас распространено в Сочи это? Были зафиксированы ли когда-либо такие факты? Нет, у нас это в Сочи не распространено, опять же в связи с тем, что видеокамеры это все фиксируют. Проводится профилактическая работа и по ограждению железнодорожного полотна. То же самое негде им на станции за что-то зацепиться, сесть. Отправление поезда и прибытие его контролируют сотрудники транспортной полиции вместе с казачеством. И у нас есть такие посадочные группы, когда поезд приходит, его отрабатывают полностью, проводят беседы с начальником поезда. И когда идет отправление, то же самое с начала состава и конец состава под контролем. Ну и в заключение хотелось бы поговорить о приятном. 18 февраля сотрудники транспортной полиции отметят свой профессиональный праздник. Вот как вам кажется, чем особо отличилось это подразделение в прошлом году? И поздравьте, пожалуйста, сотрудников транспортной полиции с приятным праздником. Ну, я не могу похвастаться чем-то, что мы чем-то отличились. Но то, что наш вклад в обеспечение охраны общественного порядка при проведении общества массовых мероприятий международных, большой значимости как для России, как и для Краснодарского края, мы его обеспечили на должном уровне. Это такие, как международный экономический форум, международный конкурс эстрадных исполнителей «Новая волна», «Формула-1», «Олимпийское небо», «Спорт-аккорд», чемпионат мира по триатлону и общественно-массовое международное спортивное соревнование. Вот тот небольшой перечень мероприятий, в которых мы участвовали по обеспечению охраны общественного порядка. Сотрудникам транспортной полиции, в первую очередь ветеранам, хотел бы пожелать здоровья, счастья и сказать им огромное спасибо за ту работу, которую они проводили и в данный момент проводят в помощь сотрудникам Сочинского линейного управления по охране общественного порядка при сопровождении поездов дальнего следования, электричек. Наши ветераны, даже на отдыхе, находясь, находятся на боевом посту. Ну а что можно пожелать действующим сотрудникам? Действующим сотрудникам можно и нужно пожелать здоровья, терпения, профессиональной удачи. В их службе, направленной на обеспечение безопасности граждан, прибывающих в наш город, и жителям города Сочи, находящихся на транспортных узлах. Также еще хочу пожелать из области фантастики, но от всей души, родным, близким и сотрудникам транспортной полиции почаще быть дома. Уважаемые сотрудники, уважаемые коллеги, с праздником вас! С Днем образования транспортной милиции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ну и вас тоже с предстоящим праздником. Хотелось бы тоже поздравить, пожелать всего самого замечательного. И спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо большое, что пригласили. Ну и напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, полковник полиции Олег Молчанов. И на этом наша программа подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Сочинского линейного управления МВД России